Пожар на флагмане Черноморского флота России, ракетном крейсере «Москва» локализован. Взрывы боеприпасов прекратились, сообщило Российское министерство обороны. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Эвакуацию тушения усложняли ночи штормовая погода. Потушить корабль длиной в два футбольных поля экипажем в 500 моряков пытались несколько часов. Как заявляет Кремль, специалисты ищут способ отбуксировать Москву в порт и выясняют причины пожара. Причины в ударе украинскими противокорабельными ракетами, заявили украинские военные. Противокорабельными ракетами «Нептун» ураженный крейсер «Москва» был поражен противокорабельными ракетами «Нептун». Флагман Черноморского флота России получил серьезное повреждение. Начался пожар. Другие корабли пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боеприпасов перевернули корабль, и он начал тонуть. «Москва» — тот самый русский военный корабль, который 24 марта предлагал сдаться крохотному украинскому гарнизону на острове Змеиный, говорят в Киеве. Это один из четырех ракетных крейсеров в составе российского флота. Корабль принимал участие в войнах России в Грузии и Сирии. Его главная цель — не наземные объекты, а морские. Основное вооружение Москвы состоит из 16 установок противокорабельных ракет «Вулкан» и целых 64 установок противовоздушных ракет «С-300». В атаке был задействован беспилотник «Байрактар», а затем в крейсер ударили две украинские ракеты, сообщает агентство «Униан», ссылаясь на российские военные паблики. По сведениям военного ведомства США, поврежденный корабль находится в 90 километрах к югу от Одессы и пытается своим ходом добраться до Севастополя. Те повреждения, которые были нанесены крейсеру с детонацией боекомплекта и сильным пожаром, то можно как минимум предполагать достаточно большие потери в личном составе. Российский флот — второй по тоннажу в мире после американского. В его составе — 603 боевых корабля. У Украины после аннексии Крыма осталось всего 25 кораблей. Противокорабельные ракеты страна начала разрабатывать с нуля. Тем не менее, ей удается противостоять российской армаде. 24 марта ракетой «Точка-У» украинская армия уничтожила российский десантный корабль «Саратов» и повредила еще два. 4 апреля украинские СМИ заявили о повреждении новейшего вражеского фрегата «Адмирал Эссен». Россияне, в свою очередь, уничтожили пять небольших украинских катеров и захватили четыре. Самая крупная потеря Украины — это фрегат «Гетман Сагайдачный». Корабль находился на ремонте в порту Николаева и был затоплен экипажем, чтобы не попасть в руки врага. Потери россиян более серьезны. Черноморский флот и стратегические бомбардировщики потеряли свой противовоздушный зонтик над Черным морем. Теперь российские корабли будут действовать только южнее Крыма и, возможно, даже на юго-восток от Крыма. То есть поменяют операционную зону. Это резко улучшит, как минимум, судоходство, возможность, нельзя исключать, снабжение Украины по морю. Это не первое поражение элитных российских войск. На Сумщине украинская армия обратила в бегство знаменитую Кантемировскую танковую дивизию. Под Гастомелем и Васильковым поражение потерпели Псковская и Ульяновская десантные дивизии. Об этих достижениях сообщали украинские военные. Военно-аналитический блок «Орикс», который подсчитывает потери на основе фото и видео, установил, что Кремль уже потерял в Украине 460 танков. Это пятая часть российского арсенала. По данным того же «Орикс», украинский танковый арсенал, который насчитывал 870 машин, благодаря трофеям пополнился минимум на 43 единицы. Александр Попко, Белсад.